Девяносто седьмой день боевых действий на Украине. Белгородская область снова обстреляна, на этот раз без пострадавших. Шольц пообещал создать самую большую армию среди европейских стран НАТО. Боррель заявил, ЕС должен стать не только гражданской, но и военной силой. В Полтавской области двоих российских военных приговорили к 11 с половиной годам тюрьмы. Под Северодонецком убит французский журналист. Всего с конца февраля на Украине погибло около 30 сотрудников СМИ. Экспосол Макфол раскритиковал Байдена за отказ передать Киеву реактивные системы вместе с дальнобойными ракетами. Это путь к поражению. По словам главы комитета начальников штабов США Милли, конфликт может усилиться. Нужны американо-российские переговоры. Глава турецкого МИДа Чаву Шаглу тоже за диалог. Ни одна из сторон конфликта не добивается серьезных успехов. В начале июня в Турцию приедет Лавров, чтобы обсудить коридоры для судов в Черном море и перевозку зерна, заявили в Анкаре. Мариупольский порт тем временем возобновил отправку судов, в Мелитополе принимают документы на получение российского гражданства, в Херсоне введены рубли. Европейские страны договорились насчет отказа от российской нефти. Эмбарго затронет две трети объемов, а к концу года поставки должны сократиться на 90%, заявила фон дер Ляйен. По данным Блумберг это лишит Россию 22 миллиардов долларов в год. Также решено отключить Сбер от Свифт, в самом банке, правда, заявили, что это уже ничего не меняет. Газпром с сегодняшнего дня прекращает поставки газа в Нидерланды, лондонская биржа прекратила торговлю его акциями. Японские власти заявили, что не выйдут из проекта Сахалин-2, оборудование принадлежит Японии, заявил министр экономики Хагиуда. Бренд тем временем подбирается к 120 долларам за баррель. Нынешний энергетический кризис хуже всех предыдущих, заявил глава Международного энергетического агентства. Медведев прокомментировал санкции. Они нас всех ненавидят, нужно помнить об этом и не прощать. Инфляция в Германии почти 8%, это максимум со времен нефтяного кризиса 70-х. Импорт в среднем подорожал на треть, энергоносителей в 2,5 раза, удобрений в 3. По всей еврозоне инфляция рекордные 8,1%. Все это вынуждает ЕЦБ вслед за ФРС США повышать ставку впервые с 2011-го, пишет Financial Times. Российский импорт, по данным Forbes, в апреле упал минимум вдвое, экспорт вырос на 64%. О свободной торговле договорились Израиль и Эмираты. Страны теперь могут продавать друг другу продукты, медикаменты и оборудование. Китай обнародовал масштабную программу поддержки экономики. Она состоит из 33 пунктов и должна простимулировать спрос, упавший из-за ковидных ограничений. Также стоит задача не допустить роста безработицы и снижения темпов экономики. Установленный правительством ориентир плюс 5,5% в год. На Тайване очередная американская делегация. Снова без предупреждения и снова сенаторы. Под руководством отставного подполковника нацгвардии вертолетчицы Дакворд, потерявшей в Ираке обе ноги и руку. Планируются встречи с высшим руководством острова. В тот же день Тайвань заявила вхождение в воздушное пространство 30 боевых самолетов армии Китая. По данным CNN, Байден не позвал Тайвань в новый экономический блок «Индо-Тихоокеанское партнерство». Вместе с тем, китайской делегации не удалось заключить соглашение с Тихоокеанскими островными государствами, сообщает Аль-Джазира. Российский рынок труда спасут мигранты, считают эксперты Вышки. По их данным, если не привлекать иностранцев, в странах к 2035 году недосчитается 4 миллионов рабочих рук. Молодых работников станет меньше, пожилых наоборот больше. Сильнее всего дефицит ощутят северо-западный и центральный округа. А Блумберг пишет, в Штатах заказы на производственных роботов выросли с начала года на 40%. Задача сократить зависимость от рабочей силы. Референдума о присоединении Южной Осетии к России пока не будет. Новый президент Республики Гоглоев приостановил указ своего предшественника о проведении голосования. Для начала нужно проконсультироваться с Москвой. А в Грузии бастуют рабочие заводы в Боржоми. Предприятие, принадлежащее Альфа-Групп Фридмана, не работает с 29 апреля. Бастующие требуют бессрочных трудовых договоров и восстановления в должности 49 уволенных. Квартиры в Москве и Подмосковье могут подорожать на 20-30%, считают в Национальном рейтинговом агентстве. Причина – рост цен на стройматериалы и проблемы с иностранной техникой. С начала года жилье уже подорожало на 8-9%. Число сделок на рынке новостроек сократилось на треть, ипотека рухнула в три с лишним раза. По данным коммерсанта, застройщики планируют организовать искусственный дефицит, чтобы поддержать цены. Возврата к советской системе образования не будет, заявили в Миноборнауке. По словам замглавы ведомства Афанасьева, вместо Болонской в вузах создадут систему, ориентированную на национальные интересы. Правительство тем временем расторгло меморандум о взаимопонимании США в области культуры, образования и СМИ.